Прошлый раз мы обсуждали такую вещь. У нас есть некоторый черный ящик, в котором сидит некоторое неизвестное вычислимое распределение P, и оно нам выдает какие-то биты. Мы хотим понять, с какой вероятностью следующий бит будет единицей, с какой вероятностью он будет ноль. И мы предлагаем следующий способ предсказания, что для полученных битов, полученной строки, давайте вот так его обозначать, мы находим самое лучшее распределение в следующем смысле, у которого вот такая вот величина. Минимально. Ну, кстати, на самом деле, действительно, помимо этого, можно написать так, что это самое отдельное, чтобы было видно, два катку плюс катку. Но уже было видно, что это два разных, так сказать. Вот у нас есть вот это, касающееся вот это вот. Сейчас. Ну да, нет, ты хочешь, чтобы это к минимуму, ты не стал еще писать, не стал писать это самое априорную вероятность X. Ну да, удобнее считать, сразу вычесть эту штуку. Ясно, что это ни на что не влияет, но удобнее вычесть вот эту вещь. Вот, считать, что вот эту вещь мы стремим к минимуму. Вот. При этом, как в прошлый раз объяснилось, что вот эта вещь, ой, извиняюсь, что вот эта вещь, ой, ё-моё, вот эта вещь всегда не отрицательна. Да. Ну, с точки зрения до константа. И это, как бы, так сказать, показывает, насколько Q уступает оптимальному способу в описании. То есть двухчастное описание, состоящее из того, что мы сначала указываем Q, а потом кодируем XN арифметически с помощью этого самого Q, насколько оно хуже оптимального способа кодира. Это вот эта самая наука two-part description. Вот. А здесь вот должно быть почему-то, вот важный момент, что это почему-то должно быть больше единицы. Это мы сегодня, видимо, нам объясняли. Да, ну, больше единицы, в принципе, в прошлый раз, в конце поняли, почему. Но давайте все повторим. Значит, мы хотим, чтобы выполнялась следующая теорема, что вот если у нас вот эта последовательность случайно по Мартин-Лёву, случайно по Мартин-Лёву относительно P, по мере P, то вот этот способ предсказания, давайте его обозначим, способ предсказания H. Состоящий в выборе наилучшего Q, а потом в изучении, что предсказывает Q. Да, собственно, ну, способ предсказания, да, давайте, что мы говорим, что вероятность следующего бита, n плюс первого у нас, это просто Q от xn плюс 1. А, да, xn сверху. Вот, да, где Q это лучшая мера. Какое еще вот единица? Ну, слушай, это разница стремится к нулю. Нет, это я просто предсказываю. А, извиняюсь, это Q. Все, прошу прощения. Вот, да, и мы хотим, соответственно, доказать, что если это у нас случайно по Мартин-Лёву, то предел H от x минус P от x. Вот, значит. Это как бы соответствует теореме Вовка и является простой частью из твоих. Ну, на самом деле, там, я сейчас понял, что все очень... И вторая часть очень простая, в том смысле, что надо просто аккуратно понять, что мы в прошлый раз делали, аккуратно оценить. Вот. Значит, ну, давайте еще все повторим, короче. Значит, как это доказывается? Вот, мы говорим, что если у нас... А может быть, кто-нибудь может повторить из слушателей? Чтобы для разнообразия. Вот, например, Коль, можешь ты повторить? Ну, это не... А где он? Есть у нас начальник? Ау! Ну, хорошо, остался... Это будет нечестно, потому что я могу повторить. Кто у нас еще руководитель семинара? Или Андрей? Андрей, вы там? А, кстати, Андрея-то нету. Как нету? Нету Андрея. Ромащенко нету, да. Нет, почему он... Он присоединился? А, есть вообще-то. Андрей! Но он... Он затаился, да. Ну, что, все... Ну, она вот тоже нету. Ну, давайте я попробую тогда, хоть это нечестно. Значит, главным была некоторая Лемма в прошлый раз. Значит, Лемма говорила следующее, что если, значит... Вот у нас есть два распределения, сейчас попробую писать. Так. Вот так, что ли? А вы видите, где мой курсор? Да нет, у меня еще не привык. Я даже... У меня большой труд составляет эту доску поднять вверх, чтобы на чистом месте еще писать. Не, ну... Попробую поднять. Лучше писать вниз. Лучше писать вниз, где я вот... Видите, где я пишу? Да я вижу, где вы пишете, но вы пишите вне моего экрана. Я пытаюсь... Подождите, вы можете вот рукой вот так вот взять и подвинуть там, где вам удобно. Не рукой, а рукой. Нажать на специальную клавишу. Да-да-да. Клавишу, которая называется Hand. Поэтому она рука. Да. А-а-а, вот надо на клавишу Hand нажать. Я это не напоминаю, как мы объясняли нашим школьницам, что скажите, что руку. А дальше что делать? Ну, соответственно, подвинуть туда, где вот я пишу. Ну, ты начинь двигать, ты поймешь, что... А чем двигать-то? Ручкой или рукой? Ну, включи. А вы подвинуть экран, а потом двигать ручку, чтобы... Все-все, я двинул ручку. Теперь я нажимаю на это. Да, вот Лемма. Да. Лемма. Значит, вот у нас есть две меры. Как бы настоящее. П. И то, что выиграло соревнование, как бы, Ку. Но это, в общем, Лемма верна для любых. Нам известно, что P от X существенно больше, чем M. Ну, допустим, в C раз. M – это априорная мера, а это в случае случайности, да. Ой. Ты хочешь написать M? Почему нам это известно? А? Это условие Лемма. Нет. Это мы будем применять эту Лемму. Но и там это будет потому, что их последовательность случайна по мере P. А, 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 это теорема Лемина-Шнур, которое говорит. Да, это условие. Это условие. Теперь я приведу черту и буду писать заключение. А в заключение говорится следующее, что сумма по всем началам, значит, X' в последовательности X, значит, вероятность относительно P нуля в преизвестном начале минус вероятность того же самого нуля. Но здесь можно поставить единицу, это будет одно и то же, потому что мы сейчас это возведем в квадрат. Можно даже… В обеих местах одно и то же ставить. Да. Ой. Ну, исправь. Раз, что ты ручек подвел туда. Сейчас. Ой. Извиняюсь, сейчас и все. Но еще, кстати, надо написать, что X' в тихо не равно X. Это важный момент. Что мы не говорим ничего о том, как его будет. Ну, да. Какое сказание в последний момент. Хотя, в принципе, если у нас мы пишем 0, то это можно поставить, но его не стоит. Да. И вот это можно оценить сверху, как некоторая константа абсолютно. Вот, значит, CD или логарифм CD. Логарифм CD. Ну, логарифм CD и еще плюс сложность по ЭКУ, потому что нам надо будет воспользоваться тем, что построенная по ним промежуточная мера не больше… Ну, давайте считать, что у нас сложность меры – это константа для простоты, наверное. И тогда она вводит просто вот это. Ну, что-то… А, нет, хорошо. Правда, туда нужна сложность по ЭКУ или не нужна? Конечно. Потому что мы, по-моему, их устроим R… Если мы так формулируем M, это нужно. Которые условные вероятности промежуточные. Ну, значит, сюда надо, видимо, добавить плюс сложность ПЭКУ. Да-да-да. И говорим, что R меньше, чем M умножить на 2 в степени сложность ПЭКУ, потому что M – это универсальные меры, и в нее эта средняя мера входит в зависимости от ее сложности. И, соответственно, нужно некоторым множить. Давайте, соответственно, я… Вот у вас тут C и D, давайте у вас все будет C и тут C. Ну, давайте. Тогда будет C просто. Вот. Но это не все, что было в прошлый раз. Это как бы основная техническая часть. А дальше объяснялось следующее, что если Q выиграла соревнования, ну, видимо, да. Значит, во-первых, объяснялось следующее, что если речь идет о том, что X в этой лемме – это начало какой-то случайной последовательности, то тогда первое неравенство будет выполнено с небольшим C. Ну, достаточно большим, наоборот, C. А именно… Ну, вот условие леммы – первое неравенство и второе. А, да, здесь, в лемме. Да-да-да. Значит, вот это первое… Сейчас, подождите. Я что-то перестал понимать, я плохо эту науку знаю. Неравенство на приорную меру вроде бы в другую сторону. Нет, оно приорная мера самая большая. Правильно? Верно. Но если последовательность случайно, это значит, что это всегда верное неравенство приближается к равенству. Вот есть такое понятие дефект случайности. Вот смотри. Дефект случайности. Что если последовательность у нас какая-то, мера у нас какая-то одна, а последовательность на самом деле порождается в какой-то другой мере, то эта другая мера будет лучше ее описывать. То неподходящая мера даст ей малую вероятность, а приорная вероятность будет большая, потому что она включает в себя подходящую меру. Ну, типа, если последовательность, допустим, случайно по мере там одна треть, две трети, а P – это равномерная мера, то, естественно, априорная мера, то реально последовательность будет мера одна треть, две трети будет лучше, чем наша. Ну и априорная будет лучше. Сейчас так или иначе, Миш, формулировка Лемма понятна? Формулировка понятна. Ну и доказывалось это с помощью там среднего геометрических, средних арифметических. У меня открыт файл, я вижу, как доказывалось. Вот. Но дальше мы использовали следующим образом. Мы, значит, применяли эту Лемму к началам последовательности малого дефекта, ну, как бы случайной по мере P. Но что значит случайно? Вот одно из определений, оно так измеряет не случайность. Значит, мы берем все начала нашей последовательности, для каждого начала вычисляем отношение, значит, M от X к P от X и берем максимум это отношение, ну, точнее, супремум. И вот логарифм этого супремума, это называется дефект случайности. То есть дефект случайности будет маленький, если на всех началах M примерно равна P. Ну, то есть отношение M к P не слишком большое. Ну, более точно, дефект случайности последовательности не превосходит какого-то там B, если отношение M от X к P от X до всех начал последовательности не превосходит, чем это, значит, 2 в степени B. Значит, понятно, Миш? Ну, с некоторым трудом. Я уже начинаю путаться. Сейчас, давай еще раз скажу. Здесь отношение M делить на P. Оно никогда не может быть малым, очень малым, потому что M – это универсальная мера. Но, вообще говоря, может быть сколь угодно большим. Ну, потому что P может быть маленьким на какой-то последовательности, это ему никто не запретит. А случайные последовательности по мере P – это те, на которых это отношение ограничено, в начальных отрезках которых отношение ограничено. Снизу. Нет, отношение M к P как раз сверху. Сверху. Причем есть еще отдельная теорема, которую без доказательства мы упоминали, что если отношение не ограничено, то оно на самом деле стремится к бесконечности. И это важная теорема, она понадобится, но… Ну, мы как-то обозначаем все одинаковыми буквами. Смысл в том, что в универсальной мере с каким-то, пусть маленьким коэффициентом P входит, поэтому для случайной по P-мерием у нас все равно все должно быть там, ну, с точностью до какого-то множителя быть похоже. Нет, оно входит с каким-то коэффициентом, независимо от того, случайная мера или не случайная. Нет, нет, я имею в виду, что когда мы берем случайную последовательность по мере… А, вот тогда это как бы ничего лучше нам не дает. Да. Да. Вот видишь, я с большим трудом написал формулу дефекта. Да. При этом х – это бесконечная последовательность, а х – сверхконечная. Да. Вот смотри, случайными по Мартин Лёву являются такие, для которых это величина конечная, по определению про случайности. Для любого P? Нет. Нет, случайно по P. Относительно P. Случайно по мере P. А, случайно по мере P. Случайно по мере P, да. Конечно. А вот утверждение про простреление к бесконечности можно сказать так, что в этой формуле можно заменить суп на лим суп. Если суп бесконечный, а на самом деле лим суп бесконечный. Теперь смотри. Я не знаю. Если мы знаем, что последовательность случайна, то эта вещь конечная, но она равна какому-то… Давай D мы обозначим, что ли. Вот эта величина. Вот. Тогда вот это неравенство в лиме, первое, будет выполнено для С, равного 2 в степени D, иными словами. Ну, потому что здесь логарифм берется. А вот. А второе будет выполнено не всегда. Но если мера Q выиграла соревнование, то и второе будет выполнено тоже для достаточно большого С. Потому что она минимизирует вот ту самую величину. Ну, окей, а тут можно вырезать и вставить? Ну, ладно. Выдро только с платной позволяет. Сволочек. Но мы давно стеримся. Они сделали с другой стороны много другого хорошего. Ну, ладно. Тех они позволяют вводить лучше, чем все, что я видел другого. Правда, я его и перестал вводить, как только научился чуть лучше писать. Не переключаться. Что мы сейчас объясняем, что если для Q выполнена эта вся... Значит, как мы собираемся применять лиму? Да. Ну, мы хотим, наверное, сказать, что если у нас Q выиграла соревнование, то для него логарифм... То она достаточно большая. Значение на X у него достаточно большая. Больше, чем там M на C. Ну, для какого-то C. Вот мы хотим... Ну, даже мы аккуратно, в общем-то, оценивали, для какого именно C. Там это зависит от сложности Q. Ну, давайте это напишем, потому что это нам все равно понадобится. Значит, вот мы знаем, что это у нас штока минимальная. Это означает, что она, собственно, раз Q выиграла соревнование, то она явно не больше, чем вот эта... Это можно для P. В частности, она выиграла U. Ну, и, соответственно, отсюда будет следовать, что Q от X больше что-либо равно, чем... Нет, напишите, мы будем использовать верхнюю оценку этой суммы для P. Вот то, что у вас в правой части, надо еще оценить это, как там 2K от Q. 2K от Q плюс некоторая константа. Не некоторая константа, а дефект. Дефект случайности X относительно. Сейчас, давайте вы сами напишите, я сейчас. Ну, хорошо, я напишу. Да, это тоже будет использоваться. Но тут две вещи, что у нас вот если какая-то Q выиграла соревнование, то мы можем сказать две вещи, что у него сложность не очень большая, соответственно, их мало, а с другой стороны... И X не очень большая, потому что они складываются. И значение Q от X, наоборот, достаточно большое, потому что... Вот, ну, вот сейчас мы напишем. Значит, смотрите, вот здесь написано дефект случайности омега. Омега – это последовательность, у которой мы рассматриваем произвольный вообще префикс X. Вот, значит, если этот дефект равен... Ну, вот этот дефект по определению мажорирует все отношения P, ну, M к P. А вот это вот, ну, вот то, что здесь с минусом, это не что иное, как вот тот самый логарифм, с помощью которого дефекты вычисляются. Поэтому просто по определению у нас вот это то, что с минусом, два члена, они не превосходят дефект случайности всей бесконечной последовательности относительно P. То есть мы более-менее складываем дефект случайности и сложность. И, соответственно, если Q выигрывает у P, значит, сумма этого не больше, чем той константы, которой она была у P. Поэтому и Q имеет ограниченную сложность, но из чего следует, что их конечное число всего надо пробовать. И дефект случайности тоже ограничен. Вот и все. То есть это как бы ничего не происходит. Ну вот, а теперь, Леша, пишет, что отсюда следует, что Q достаточно большим должна быть. Так я понимаю. Ну, потому что вот минус логарифм Q маленькая, значит Q. Ну, а именно, если будет два в степени дефект случайности с минусом. Ну, мы что говорим? Мы говорим, что вот это вот лично маленькое, мы Q оцениваем просто нулем, вот. И, ну, и просто говорим, что сложность вот этого величина, это просто минус логарифм M от X по определению, и поэтому у нас вот эта штука выполняется. Ну вот, да, это, значит, там D обозначает дефект случайности всей бесконечной последовательности относительно P. А куда логарифм P от X делся? Просто что мы с ним сделали? Логарифм P от X вот куда делся. Значит, вот эту вещь, минус логарифм P от X минус K от X, это не что иное, как минус логарифм отношения P к M. Да. Ну, иными словами, иными словами, это плюс логарифм отношения M к P, да, на X. Да, понятно. И это не превосходит дефект случайности всей последовательности бесконечной. Ну, честно говоря, я перестал понимать теперь учения про эти множители. Казалось бы, сейчас в оценке мы просто вот это дополнительное слагаемое, два К от Q выбросили. Миша, здесь это не нужно. Да, да, да. Выбросил. В этом месте это не нужно. Так, хорошо. Это в другом месте нужно. Нет, мы даже 3K от Q выбросили, да. Да, мы выбросили сейчас 3K от Q. Да, даже 3K от Q сейчас. А в другом месте мы выбросим K от Q минус логарифм того, когда мы будем говорить, что сложность Q ограничена, и поэтому Q всего конечное число. Вот, да. Да, соответственно. Ну, теперь применяем просто лему. Вот для Q у нас есть оценка, а для P у нас тоже есть оценка. Значит, P от X не меньше, чем 2 в степени минус D на M от X. Значит, обе неравенства выполнены, если в качестве C взять 2 в степени минус 3K от P минус D. Так? Ну, вроде бы. Ну, отсюда следует, что вот сумма ряда, ну, если его брать только по началам X, не превосходит, ну, там более-менее, там логарифм был вот этого C, то есть 3K от P плюс D. То есть сумма квадратов ошибок? Сумма квадратов ошибок? Не больше какой-то абсолютной константы. Ну, не то, что абсолютно, а там будет 3K от P плюс D. Код. Как бы, если бы мы все время брали вот это Q, и вот это вот все выполнялось, ну, то есть сумма квадратов ошибок до вот этого X, она у нас не превосходит логарифма D плюс... Сейчас, почему логарифм D? У нас D. Просто D. У нас D логарифмировать не нужно. D плюс 3K от P вроде получается. Ну, это сумма квадратов ошибок, это не экстромистическая такая сумма, потому что она использует, она использует Q, которое было наилучшее на X, а ошибки вычисляются во всех предыдущих точках. Да. То есть реально, как бы, эти ошибки, это не те ошибки, которые нас интересуют. Ну, начнем. Почему не те? Почему не те? Ну, имеется в виду, что если бы мы до этого все время брали Q наилучший, то это было бы как раз сумма квадратов ошибок до X. А, да, да. Мы представим на секунду, что мы все время берем Q. Ну, вот, все время. Тогда вот ошибка на всей бесконечной последовательности, ну, сумма квадратов ошибок не будет превосходить вот то, чего сейчас Леша пишет. Откуда получился Q от Q? Потому что там еще дополнительно было множество. Ага. Ну, сейчас, подойди. Мы все-таки не можем сказать, что мы возьмем какой-то Q, который один раз выиграл, и будем его все время использовать. Не, не можем. Не, не, не. Мы можем сказать, что всего из конечных речесок. Потому что оно хорошее для того, для всех начал, на которых Q, ну, для всех префиксов, на которых оно выиграло. Не, мы используем только, тут важно, что она хорошая только на вот X. И мы можем оценить, ну, как бы, до X. Да. Очень интересно, именно до X, не включая X, это важный момент. Да. Нет, ну, а если говорить про предыдущие теоремы, то дальше мы говорили следующее, что у нас все-таки множитель, там, 3K от Q еще был в этой формуле, и все плохие Q рано или поздно будут проигрывать соревнования. Нет, ну, давайте тоже аккуратно напишем. Давайте. Что вот из вот этой формулы мы можем сказать следующее, что, во-первых, если какое-то Q выиграло соревнование, то Q от X большое достаточно, а с другой стороны мы тоже можем сказать, что если некоторая Q выиграла соревнование, то оно достаточно простое. Значит, почему так? Ну, просто потому, что если у нас... Потому что там эти 2Q еще просто есть, поэтому нужно... Да, что вот мы знаем, что вот эта веришина у нас не отрицательная, и опять-таки, используя то, что она, вот эта Q выиграла соревнование у P, мы можем сказать, что 2K от Q не превосходит 3K от P плюс D. Вот, да, соответственно, вот сюда, соответственно, получается, что катку не больше, чем... Катку отграничено. Да, ну, ограничено. То есть в прошлый раз мы говорили... Нет, ты константы. Да, в прошлый раз мы говорили просто, что она ограничена, сегодня нам будет важно, как именно ограничено, чтобы показать следующую теорию. Вот. Вот. Ну и, соответственно, так. Ну, соответственно, мы получили, что всего возможных претендентов на то, чтобы выиграть соревнования, у нас конечное число, и для каждой из них сумма квадратов ошибок до X у нас ограничено вот такой величиной. Вот. Ну, последнее не очень понятно. Сейчас. Тут есть деликатный момент, поэтому правильно, что непонятно. Значит, у нас всего конечное число претендентов. Некоторые претенденты используются бесконечно много раз. Тогда для них вообще, вообще, вся эта сумма будет ограничена. Ну, вообще, во всех местах она была бы ограничена, но в тех местах, где мы фактически их использовали, она тем, ну, вот эта часть тоже. Значит, Миш, смотри, если претендент использовался на N-том шаге, то вот эта сумма первые N слагаемых ряда ограничена константой вот этой, которая зависит только от претендента. До N-ного шага, не включая его. Вот это важно. Не включай его. Подожди. Давайте я еще такую вещь скажу, что тут у нас написано K от P Q, но мы знаем, что K от Q ограничена вот этой вот величиной, поэтому мы можем сказать, что, ну, как бы уточнить эту оценку и сказать, что это там не больше, чем 10 K от P. 10, нет, K и D плюс D. Миш, ну, смотри, если претендент использовался бесконечно много раз, то тогда все конечные суммы просто будут ограничены одной константой. для него. Ну, а те, которые используются конечные числа раз. А те, которые используются Есть одна проблема с последним разом. Вот в адже на понятие. Ну, эта проблема с последним разом дает плюс 1 просто, и все. Ну, там... Для каждого? Для каждого. Для каждого. А их число умное. Тогда я не понимаю, почему... Секундочку. Нет, но, кстати, интересно. Почему здесь нет еще какой-нибудь константы, которая отвечает, ну, что там у нас конечное число каких-то неправильных претендентов было? Нет, это для фиксированного K и формы было. Давайте я попробую. Для фиксированного K и было. Смотрите, нет, вот то, что у нас вот здесь было, это мы считаем, что у нас мы считаем сумму до XN-ного невключительного, то есть XN-1 мы не смотрим, как у нас следующий бит предсказывается этой штукой. В самом деле может так произойти, что у нас до какого-то XN-ного K предсказывало хорошо, а в XN-1 она предсказывает ужасно. Но это не проблема, это дает нам только плюс 1. Смотрите, вот если у нас некоторое ПИТ встречалось только конечное число раз, и, соответственно, вот у нас XN это, скажем, предпоследнее, а там XN-штрих это самое последнее, где используется мера Q. Вот. Тогда мы говорим, что сумма квадратов ошибок это вот эта величина и плюс 1, потому что про предсказание XN-штрих плюс 1 мы ничего сказать не можем. но все равно у нас получается сумма квадратов ошибок для Q, которую мы получили, когда брали в качестве лучшего Q, мы можем оценить, как вот эта вот штука плюс 1. Для Q это будет вот эта вот величина. Вот. А ну а так как у нас всего их, а если это бесконечное, то просто мы говорим, что для любого XN-ого она не превосходит вот этой штуке, ну соответственно и в сумме она будет не превосходить вот этой величины. Вот. Но интересно, что получается, вот здесь получается такой член, который плюс O от 2 в степени K от P. Это так должно быть? Умножить. Почему? Плюс. Откуда плюс? А, еще у меня. Саша, плюс 1 и все это умножить на 2 в степени K. Да, 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 да. Я извиняюсь. Так что плюс 1 нужно не добавлять этой семечке. Да. Давайте это сейчас это аккуратно напишем, потому что сейчас это будет важно. Соответственно, мы можем оценить, получается, Сейчас, давайте я попробую потренироваться аккуратно написать. Давайте. Сейчас я тогда. Сейчас, вот я пишу аккуратно. Не похоже. Квадратно. Проблема в том, что... Коля, ты мышкой пишешь или ты ровно? Нет, я тут нельзя писать мышкой так аккуратно. При всем величии, даже выиграв грант Российского научного фонда, как я узнал вчера, нельзя так аккуратно писать. А может быть даже... Подольский сегодня вроде письмо прислал. А я узнал вчера. Нет, я где-то прочел просто список. Нет, я тоже прочел список вчера, сообщил Подольскому, а Подольский сообщил тебе. Так что, если выяснить, что Верчагин разыгрывал тебя с первого апреля, то, значит, это вот уже и Подольский тоже поучаствовал в этом розыгрыше. Нет, нет, действительно, вроде вчера пришло, так что это вряд ли было шуткой. Слушай, как прямо каллиграфические. Ну да. Ну да. Ну да. Ну вот согласен. А чего не так? Ничего. Каллиграфия. Нет, нет, нет. Я хотел, потому что скобку закончить. Нет, нет. Сейчас, а вы считаете, что почему у вас тут должна быть еще К от П вылезти, не только Д? Ну вот, К от П вот тут было. А, вы потом ее напишите. Хорошо. Ну, вот, по-моему, вот так получается. Во! Вот что мы доказали. Значит, Д это дефект случайно относительно П, той последовательности, которую мы предсказываем с помощью А. Наверное, еще Д, еще должно быть, если мы... Вот, два в степени Д пополам есть. А еще Д здесь, да? Нет, это еще одно Д, да. Еще одно Д плюс. Вот так вот. Я думаю. Вот так вот. А откуда берется два в степени Д пополам? Эх, вот там, вот там наверху. Потому что там удвоена сложность чего-то там меньше чего-то. А тут три в степени Д. А количество кандидатов примерно равно два в степени Д пополам. на самом деле плюс три вторых. К от П еще. Лучше, чтобы эта двойка была бы вот просто пять и вот эта. Вот из этой оценки. Ну, еще да, да, ой. Так вот. Все-то цена на надпись порушения. Вот уже это. Все, каллиграфию мою испортили. Ну, ладно. Значит, экспонента да. Да? Алло? Да, я не знаю, что экспонента. Ну, экспонент. Величагин, похоже, потерялся. Нет, но мы вроде все уже поняли. Или что-то мы еще не поняли. Алло? А зачем вы Величагин в микрофону отключили? Чего? Это не я. По-моему, он не отключен. Нет, нет, не отключен. Я его... Не отключен. А вообще у него очень хороший был микрофон. Было его очень хорошо слышно. А можно вот спросить, чем у нас в данном случае вот последняя формула, где квадрат ошибок отличается H от Q? H это наш предсказатель вообще. это предсказатель берет все, я понял. Хорошо. H это оптимальный Q, который зависит от того... Да, 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 я понял. Спасибо. Да, Николай Величагин joint again. Мы его приветствуем. А где он только? Алло? Да, он почему-то выключил микрофон. Да-да, говорю. Хорошо. Да-да-да. Вот. Хорошо, да, давайте что поймем, что здесь нам было важно, что... Пят, значит, теорему, про вот, которая объявлена, про случайные последовательства, в том, ряд сходится, вроде как считается доказанной. Народ это одобряет, и можно перейти дальше, или еще что-то надо объяснить? Или что, не считается доказанной? Нет, я просто хочу сказать, что это... Значит, что у нас... Вот мы здесь использовали, что коэффициент в нашей формуле, когда мы считаем лучше, вот я его... Ну, у нас он тройкой обозначен, на самом деле можно было взять один плюс эпсилон. То есть надо было только, чтобы выполнялось бы вот какое-то такое неравенство. Здесь на самом деле не важно, что тут у нас три вторых, главное, чтобы было бы что-то больше нуля, чтобы можно было оценить, что сложность Q не превосходит... Ну, чтобы сложность Q была ограничена. Ну, там было бы не три вторых, а единицы на эпсилон. Ну, да, понятно. Да, соответственно, то, что оно больше двух, здесь не важно. Вот, это будет важно для следующей теоремы. Вот, нужно, чтобы D делилось на два, там, или хоть, ну, чуть-чуть, в общем, чтобы D умножалось на число строго меньше единицы. Вот оно сейчас делится на два, а если бы мы взяли, там, два плюс эпсилон, у нас бы тогда D умножалось на единицы минус эпсилон. Хорошо. Для нечетных D возникают проблемы. По твоим словам я хочу. Не путай, дурак. Что? Вот. Хорошо. Представляешь, что это теорема или лема. Да, но это как бы на самом деле усиление предыдущей теоремы. Да. Мы говорим, что мы не просто, что у нас наш предсказатель предсказывает B таким образом, что будет стремление, ну, разность стремится к нулю, а просто мы явно пишем, чему равняется сумма квадратов ошибок. То есть сумма квадратов ошибок, во-первых, тоже будет сходиться, если у нас случайная по Мартинбел в последовательность. Вот. И, во-вторых, эту сумму можно оценить вот таким вот Макаром. Сейчас. Но мы хотим эту лему потом применять для бесконечных последований. Да. Ну, достаточно. Это мы уже теорему 5 доказали. Я не понимаю, 5, потому что не раз доказали. Ну, файл можно открыть, файл открыл и смотрю. Теорема 5 мы еще в прошлый раз доказали. Ну, повтори. Нет, 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 нет. Это теорема 4, наверное. А, это 4? Извиняюсь. Теорема 5 для Донсома Соломонов. Теорема 4 формулируется как-то с... А! Мы используем все, прошу прощения, там где-то было неравенство Пинскира, что ли, или что? Сейчас, Леш, теорема 5 мы сейчас будем доказывать не так, как было написано, а как вы это самое мне рассказывали, как мы с вами решили. Сейчас. Правильно? Ну, типа, просто мы интегрируем и все. Мы будем интегрировать правую часть по случайной последовательности. Да, да, да. Давайте я... Значит, еще раз, что мы хотим доказать? Мы хотим доказать, что вот сумма, типа, как была у Соломонова, она тоже меньше бесконечности. Но как эту сумму можно рассматривать? То есть, вот это была сумма сейчас получается, что для всех последовательностей, кроме меры 0, это верный равенство. и в среднем оно верно. Ну, тут смотри. Сейчас, это зависит... Сейчас, Саш, это выделает типичную ошибку. Значит, нельзя исключать, при интегрировании нельзя исключать множество меры 0, на котором функция бесконечна. Как это нельзя? Это ты делаешь типичную ошибку. Можно, конечно, исключать. Нет, нельзя. Там функция-то бесконечна, и интеграл бесконечной функции по множеству меры 0 может быть... Это так было в 17 веке, а при интегрировании полибега значения функции на множестве меры 0 не важны, не надо тут проводить. Даже если она бесконечна. Это бесконечна. Интеграл полибега тоже не последнее слово математики. Если ты возьмешь дельта функцию и попробуешь выбросить точку 0, интеграл у тебя артикально изменится. Тут нам подсовывают, но мы не будем поддаваться на провокации. интеграл полибега... Нет, ну я понял. Надо еще правую часть там k от p, надо значит интеграл от k от p взять или что-нибудь еще. Нет, нет, тут есть проблема совсем серьезная, потому что у нас есть этот, что мы интегрируем для разных d, и надо понять, какая мера... Подождите, тут вообще проблема в анализе на первом курсе. Вот допустим, твоя функция на множестве меры 1 n равна n квадрат. Можно такую функцию сделать? Можно. Какой ее будет интеграл тогда? Бесконечный. Бесконечный. Ну вот я и говорю об этом. При этом наша функция... Конечно... Она вообще конечна всюду, кроме одной точки, или вообще всюду конечна. Это не связано с бесконечным значением функции. Если функция... Важно, как связан рост функции с убыванием меры того множества, где функция достигает такого значения. Ты правильно говоришь. Но то множество, где функция имеет бесконечное значение, она... Ну как бы вообще не определена просто. А, правильно. Извиняюсь. Я спутал разные вещи. Да, да, да. Все правильно. Так вот у нас правая часть, вообще говоря, не ограничена. Потому что d может расти. И вот надо понять, что она растет, так сказать, не сильно. Она растет как 2 в степени d пополам. А множество... К от P тоже, я так понимаю, не ограничено. К от P это фиксировано. У нас мера P фиксирована. А, мера P фиксирована. А, можно написать тогда еще раз что такое D или напомнить? Это супремум там M от X на P от X? Делить на P от X, да. Логарифм. А, ну, там, наверное, не важно. Ну, логарифм, да. Значит, 2 в степени d это вот тот самый супремум без логарифма. Значит, спрашивается, сколько, какова же мера таких последовательств, у которых 2 в степени d равно какому-то c? Она там 2 в степени минус c или меньше, правильно? Давайте тоже обозначим, что у нас мера последовательностей, для которых P мера последовательностей последовательности X, для которых вот этот дефект случайности, да, у нас он обозначен d от X P меньше какого-то T, скажем, не больше. Нет, нет, дефект случайности больше T. Да. Давайте напишем равен T. Нет, нет, то есть правильно, чтобы он был большее брать на определение дефекта случайности. Мера, где он больше равен T. Так уж точно будет верно. Надо понимать все-таки, в чем смысл функции дефекта случайности, что она измеряет насколько последовательность так сказать удивительная. И значит, правильный способ измерения дефекта случайности не имеет права объявлять удивительными слишком много последовательности. А именно степень удивительности T должна быть не больше, происходить с вероятностью не больше, чем 2 в степени минусы D. Это в некотором смысле просто определение дефекта случайности, то, что называется там probability bounding. Что это такое, когда дефект больше T? Это значит, что на некотором начале данной последовательности априорная мера сильно больше P. То есть P сильно меньше априорной меры. Естественно, что если мы все такие места сложим, то на сумме этих мест тоже, на объединении всех этих цилиндров, тоже мера будет P, будет не больше априорной меры, но априорная мера не больше единицы. Поэтому, значит, если она, ну это какой-то способ доказательства сравнением с другой мерой. Если множество тех мест, где одна мера превосходит другую там сто раз, имеет по этой первой мере не больше односотая. Саш, поняли? Нет, я чувствую, что это самое, я какую-то ерунду сказал. Но дефект так определяется, что интеграл от 2 в степени D равен, ну не больше единицы. Нет, нет, этот дефект не так определяется. Это априорный дефект, там это не гарантируется. Ага, а здесь только вот это гарантируется. А гарантируется только... Правильно. Но этого достаточно для того, чтобы вывести, что 2 в степени D пополам, интеграл тоже меньше константа некоторой. Нет, что-то мы запутали, я чувствую, народ. Саша, недоволен. Тут как раз не очень запутали, но просто непонятно, к чему вы клоните. Так, подожди, Миш, Миш, значит, у нас есть лемма, в ней есть левая... Вот видишь лемму, сумма квадратов ошибок меньше... Да, в этой лемме интеграл правой части, послучайно взятый по мере P последовательности, ограничен константой. Лемма представляет собой поточечное сравнение двух функций произвольной последовательности омега. Слева написано одна функция от омега, справа другая функция от омега. Если интеграл от правой части конечен, то будет интеграл от левой части конечен. Окей, почему... Нет, меня по-прежнему волнует вопрос, откуда берется вот этот множитель 3. Я опять не вижу, где он... Ну, смотрите, у нас мера таких последовательностей, она будет 2 в степени минус D, а здесь у меня D на 2 в степени D пополам. Чтобы интеграл сходился... Множитель 3 нам нужен, чтобы у нас там было не 2 в степени, не D. Вот если был бы множитель 2, то вместо 2 D пополам было бы D. А, все, вижу, вижу. Мы даже отрилили это в рамочку. Да, да, да. Произойдет беда. А вот как шейни объясняет, что у нас неправильное определение дефекта, поэтому 2 в степени D, если взять интеграл, может быть вообще бесконечность. Да, может. Да, но вот это плохо, поэтому нужно, чтобы делилось хотя бы там на что-то. На что-то больше. Понятно. Нет, я понял. А почему это может быть бесконечность? Ну, почему это может быть бесконечность? Ну, потому что... Там же вроде M от X на P от X. Нет, почему? Потому что 2 в степени D больше либо равняется 2 в степени T с вероятностью 2 в степени минус T. Ну, вот суммируем и получаем плохо. Вот у нас есть функция 1-X-овая. Вот у нее интеграл бесконечен, но между тем она больше 2 в степени K, только с вероятностью 2 в степени минус K. А вот этот сам по себе как он определяется? Он это кто? D. M от X. Это как супремум M от X делить на A от X. Да. Ну, и мы умножаем там вроде как на P от X, получается, что там типа интеграл от M от X. Нет, дело в том, что у нас нет. мы берем супремум по всем началам бесконечной последовательности X. Поэтому там так нельзя сказать. Нет, ну, ну, представьте, что там для одной n-той в тех последовательности у нас это супремум равен там M. Нет, ну, это я понимаю. Это я понимаю, что типа не работает аргумент. Леша, а P от X вы написали, потому что вы берете интеграл уже по равномерной мере. Нет, нет. По мере P как раз. Ну, правильно, но амена вы имеете в виду, что это просто обычное кантеровское множество с равномерной мерой. А, нет, 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 зачем написано P? Нет, что там за P от X написано, это загадочно. Действительно, но не надо. Нет, я бы сказал, что раз мы интегрируем по этой мере, то надо ее как-то написать D P от X либо что-то, но P от X тут нельзя описать, потому что это воспринимается как число, на которое мы умножаем. Это не... Сейчас, D P от X не, D C. просто, как обычно, зависит от интеграл по мере. Не путайтесь с дефектом случайности. Ой, да. Ну, букву D опасно было использовать, конечно. Ну, в интеграле-то все знают, что D это дефект случайности. Нет, просто современная точка зрения написать просто вот Омега-P и все. А, без этого, ну, хорошо. И D P от X не писать. можно дать сестра, действительно. Так, Омега-P? Ну, мы интегрируем пространство Омега с мерой Омега-P, а ну, черт. А, понял. Со времен Калмогорова Фомина. Нет, ну, на самом деле там нет таких внятных традиций, кто так пишет. Нет, ну, как бы, глупо как-то писать интеграл от F до X, а что-то писать все-таки непонятно. Либо F от X до X, либо просто интеграл от F. Но тогда уж лучше надо внизу писать меру, чтобы не запутаться. А что происходит в ритуальный процесс? Что мы сейчас делаем? А, мы сокращаем 2 в степени D пополам на 2 в степени D и складываем по D. Да. А, ну, ладно. Я хочу обратить внимание, что только 2 в степени D пополам осталось. Это не хорошо. Почему-то 2 в степени D утрачено, но ритуальный процесс всегда свойственно такие накладки. Вот когда мы проинтегрировали вот это слагаемое с D, коэффициент случайности, вот то, что вероятность его не превышает обратный экспонент, это получается у нас из определения как-то, да, идет? Вот это лема 2, да, по сути? Да. Это лема или это из определения откуда-то? Ну, это лема, но которая вытекает из определения. Давайте сначала рассмотрим просто для примера две меры на конечном множестве по и рассмотрим те точки этого множества, где первые первые меры в 10 раз больше второй. Утверждение, что по первой мере меры этих точек не больше одной десятой. А, ну да, ладно, это понятно. Да, но здесь делается то же самое, только надо взять, не пересекая, взять в этом кантеровском пространстве те последовательности, для которых это так, в каждой это супремум, значит, надо взять не пересекающиеся цилиндры, которые там, где впервые достигается супремум больше или равный Т, и вот эти цилиндры, они не пересекаются, и мера покрывает наше множество, их мера не больше, чем 2 степени. Ну да, понятно. Да, ну все. Хорошо, тогда что? Мы очень все доступны. сложнее. Не надо читать текст, я же всегда и говорил. Да, я просто вчера только понял, что надо просто проникать текст, удобно, потому что сразу становится все понятно. Миш, текст надо переписать, вот честно. Текст надо переписать, нет, доказательство придумалось лучше, да, я не спорю. Да, это я. А что раньше-то делал? Не понятно. Ну, раньше существует то же самое, только смешано все было вместе. Сейчас мы видите, как сделано. Сумму квадратов ошибок оценили через дефект, а потом объяснили, что интеграл от этой оценки ограничен. А до этого было все смешано вместе. Да, значит, что тут сейчас, значит, у Соломонова вот эта сумма, она на самом деле просто равняется k от p плюс от единицы. Ну, почему k от p, потому что это как раз логарифм отношения m от x делить на p, наоборот. Ну, точнее, там все-таки есть некоторые константы еще, но u от это. Ну, от единицы, я и говорю уже. Там все-таки перед k еще есть некоторый множитель, типа там 2 делить на логарифм 2, там еще что-то. А, ну да, 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 какой-то вообще абсолютный множитель. Да. Хорошо, вот. И, соответственно, а здесь гораздо больше. И вопрос, можно ли избавиться от вот этой экспоненты. Кстати, ну, давайте поймем, откуда эта экспонента взялась. Она взялась из того, что вот мы говорим, что я раз k от q меньше, чем вот какая-то такая величина, значит, у нас всего претенденток на данные последовательности не больше, чем 2 в степени вот эта вот величина. Вот. Но вопрос, а достигается ли такая оценка или нет? То есть, может ли такое быть, что у нас есть какая-то последовательность, и у нас мы вот смотрим, какая последовательность лучше всего подходит, вот, и вначале у нас одна последовательность, потом вторая последовательность и так далее. Мера, то есть мера. Одна мера, потом другая, и что в итоге мы переберем целую экспоненту последовательности, я... Мер. Мер, да, здесь, вот, мер, пока не найдем, ну, собственно, вот просто, просто, надо будет экспонентом. Экспонент будет следовать, что достигается. Что? Ну, из этого не будет следовать, но просто, мне кажется, вообще просто, может, такое или не будет. Вот, то есть, нет, маловероятны, почему? Потому что, хоть у нас экспоненты этих мер, но если мера выиграла соревнования, то для нее это самое... Ну, вот пусть у нас разные меры выигрывают соревнования, для них эти разность квадратов будут близки друг к другу. Мы как бы одно и то же складывали экспоненту раз. Поэтому у нас экспонент получился. На самом деле... Нет, но вообще-то для начала и какого-то сильно более далекого продолжения меры могут быть разными. Так это оптимально. Ну, грубо говоря, я думаю, что... Ну, да, в этой же оценке получается так. Мы очень сильно заложились вот на этих претендентов, когда складывали сумму квадрата в ошибок. Мы просто каждого претендента считали отдельно. Да. При том, что на самом деле действительно близкие меры будут давать какие-то близкие оценки и все это, наверное, действительно можно сильно уменьшить. Ну, возможно. Нет, просто... Вот я могу сказать пример, Леш, подождите. Когда примерно что-то подобное происходит, но не в таком масштабе. Вот представим себе, что наша последовательность последовательность из одних единиц. Так? Но побеждает у нас в соревнованиях очень может быть до некоторого места последовательность, которая... мера, которая сосредоточена на последовательности из одних единиц, а потом одни нули идут. Такая мера может быть до некоторого места проще, в принципе, той, которая сосредоточена на последовательности из одних единиц. Ну, так, за счет каких-то мелких типов. Да. Ну, и вот у нас будет много раз складываться единица, но много, уж, конечно, не экспоненциально, я думаю. Нет, заявление стоит в том, что, когда ты говоришь что-то маловероятно, это не в том смысле, что по мере П это маловероятно, а что, скорее всего, можно доказать, что есть лучшая оценка, не включающаяся два степени КАТПа. Это ты хочешь сказать? Ну да. Я бы не удивился, если там было КАТПа в квадрате, скажем просто. Тут просто есть параллель, можно просто смотреть на эту вещь как на алгоритмическую статистику для бесконечных последовательностей. Можно посмотреть, что для конечных последовательностей происходит. Там, на самом деле, если у нас что такое, ну, то есть мы рассматриваем просто какую-то конечную последовательность длины N, и мы рассматриваем хорошее объяснение для вот таких последовательностей длины n. Там оказывается, что для всевозможных строк длины n хороших объяснений, которые минимизируют, например, то же самое k от p минус логариф p от x. Если мы берем всевозможные x и смотрим для них самое хорошее p, то всего таких p будет не 2 в степени n, а их будет полином от n. Полином от n хороших объяснений для лучших объяснений для всех x или n. Нет, но все-таки там-то у тебя рассматривается какое-то для данного x объяснение, а тут у нас все-таки объяснения для x в разной длины, хотя они, конечно, связаны друг с другом. Да-да-да, конечно, это просто может оказаться… Нет, ну просто вот в алгебрической статистике для строк оказывается, что есть какие-то стандартные объяснения, и они лучше всех. И, собственно, там как бы… Их мало. Их мало. Да-да, их мало. Вот. Соответственно, вот просто интересно, как может выглядеть такая же наука для бесконечных слов. Тут еще есть другой эффект, что даже если их много, но они все предсказывают примерно одно и то же, то это не страшно, потому что… Ну да, но просто хотя бы вот бывает такое, что их экспоненция… Леша, я предлагаю немножко упростить задачу. И прежде всего давайте мы не будем мучиться с бесконечными последовательностями. Рассмотрим конечную последовательность какой-то большой там длины m. Всю ту же самую науку можно рассмотреть, когда мы прогнозируем префикс этой конечной последовательности, правильно? Битый после префикса. Да, битый после префикса. У нас все суммы будут конечные, и будут возникать ровно те же самые проблемы, что и сейчас. И, значит, вот до такой задачи мы получим ровно ту же самую оценку, которая у вас была. Да-да-да. Теперь давайте рассмотрим вообще упрощенную вещь, чтобы не мучиться с этими КАФП. Мы на каждом… Пусть мы рассматриваем только объяснения из конечного множества. Ну, скажем, объяснения сложности не больше, чем и. Префиксированным вообще и. Да? И давайте опять, чтобы не мучиться с этими суммой, просто будем по методу наибольшего подобия прогнозировать. Значит, в каждый момент на каждом префиксе мы берем ту меру из нашего конечного множества, для которого дает максимальную вероятность. И вот берем эту сумму квадратов. Ну, все ваши эти оценки объясняют, что сумма этих квадратов будет не больше, чем 2 в степени… Ну, грубо говоря, 2 в степени И. Ну, если И больше, чем сложность настоящего. Ну, да, да, да. Нет, нет у нас… А, ну да. Ну, конечно. Ну, имеется в виду, что настоящая мера среди тех кандидатов, которые мы рассматриваем. Да. У нас 2 в степени И кандидата, в степени их настоящие. Вот можно ли в этой упрощенной ситуации доказать оценку лучше, чем 2 в степени И? Я подозреваю, что эта задача очень хорошо исследовалась в Колте, ну, в этой Computational Learning Theory, и ответ уже известен. Потому что уж чего они только там не исследовали. Наверняка и вот это тоже. И просто нужно погуглить, и мы все узнаем. Или пусть Саша встретится с Вовком… Нет, встретиться сейчас нельзя, я извиняюсь. Ну, сейчас как раз в результате очень легко встретиться, это просто поговорить онлайн. Ну, ты трилешь ему еще что-нибудь? Да, 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 да. Нет, нет, я думал, что так можно его загнать в угол и не выпускать, а так нельзя. А, ты говорил Саша, имею в виду Казачинского? Да, да, да. Ну, кто он? Казачинский разумно ушел, по-моему. Как ушел? Вот он есть. Я не ушел. Он не ушел, но он вроде бы не в Африке. Даже если бы не было вируса, это же целое дело было. А Вовк правильно, это другое место. Нет, подождите, еще раз, что мы получаем? Вот у нас есть какие-то меры, просто мы знаем, что их два степени И. И вопрос, может ли так случиться, что у нас… Вот это сумма квадратов? Нет, но есть все-таки неприятный случай. Представим себе, что у нас на первых и последовательных… На первых и членах наилучшим оказывается какая-то мера… Мне кажется, можно, да, подобрать… А И плюс первым членом как раз радикально неправильно. Да, да, да. Ну и что? Происходит катастрофа одна за другой. То есть вначале у нас одна мера, мы так подбираем, что у нас вначале первая мера хорошо, мы ее выбираем, и она, вот когда мы выбрали, она ведет себя плохо. За счет этого последнего плюс один может быть проблема. Да, да, да. Потом вторая… Ну, потом вот так вот подбираем… И тогда как раз два в степени И получится, да? Ну, мне кажется, да. Ага. Да, правильно, не нужен никакой колд. Это мы и сами справимся. Да, но тогда у нас понятно, что это не годится для нас, потому что у нас получается, что вот эта последовательность, она какая-то сложная. То есть если мы возьмем для всех слов сложности, ну, там, вот этой вот сложности, два в степени К от П плюс С пополам, и будем то же самое делать, то, видимо, у нас будет… Хотя, черт… Ну, какая-то… вряд ли она будет D-типичной для какой-то последовательности. Хотя, черт… А я вот все хотел спросить, если бы вообще у нас не было мер, которые в конечное число раз только появляются, да, была бы лучшая оценка верна, правильно? Ну, просто без всяких властей. Ну, нет, если бы… Ну, там был бы не плюс один, был бы не нужен… Ну, вроде бы то же самое. Ну, умножение на количество мер… Ну, просто мы каждый раз используем одну из бесконечно хороших мер. Поэтому, как бы, тем, что она будет хорошая когда-то в будущем, хорошо оценивается префикс. Ну, нет, как бы оценивается префикс по всем тем местам, где она используется. Ну, или мы могли бы взять и среднее типа всех мер, если бы мы знали, что, типа, какие они там и… Ну, то есть, если бы мы знали бесконечно… те, которые бесконечно много встречаются, можно было бы просто взять среднее всех этих бесконечных, и там бы по неравенству Йенсена… Ну, может быть, можно было что-то сделать. Нет, ну, это так, по крайней мере, надо что-то делать. Это не то, что прям… Нет, ну, это мы, естественно, не знаем. Это тоже проблема, да, что мы… А сейчас что мы не знаем? Ну, что там будет дальше? Ну, так можно рассказать, что мы и того не знаем, и того не знаем. А вдруг… Ну, нам сообщали какую-то конечную информацию, какие у нас бесконечно много раз меры встретятся, раз там все конечные. Ну, возьмем, значит, средние тех, которые будут каждый раз появляться. Ну, я… Не, ну, так это совсем было бы… Не, ну, то есть, получается, что нам сказали, что вот у вас будет последовательность, и вот по этим мерам она случайна. Ну, это совсем как-то… какая-то халява. Ну, то есть… Ну, чего? Хотите послушать про сложность мажорирования? Не хотите? Да, 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 хотим. А тогда, значит, это самое… Давайте я быстро скажу… Сколько… Когда надо вас… Это ваш… Как это самый… Семинар лаборатории теоретической информатики… Сколько он может длиться? Сколько он… Вообще… Он вообще незаконно сегодня происходит. Да, да, да. Хорошо, тогда… Хорошо, тогда… У нас каникулы, да, поэтому… Да, хорошо. Каникулы неограничены. Значит… Ну, все равно это на самом деле просто, поэтому… Вопрос такой. Вот у нас имеются функции… Какие-то тотальные функции… Вычислимые… И сложности они меньше… Так… Ёбай… Что же… И сложности они меньше некоторого… N… Ну, N… Мы хотим… Посмотрим просто все тотальные вычисленные функции меньше… Н… Мы хотим построить функцию, которая мажорирует все вот эти самые… Ну, значит, спрашивает, какая у него может быть сложность… Ну, мы хотим попроще… Ну, да. Значит, какая может быть минимальная возможная сложность… И все мажорирующие… Все эти самые… F1… Все функции сложности небольшие… Подождите… Сейчас… Вы сказали, что сложности FFIT их меньше N, да? Или что? Да… Меньше N… Сложности… Я перестал понимать, а что такое сложность функции? Да… Вот как раз, значит, сложность функции… Во-первых, ну, можно двумя способами определить… Такое… Можно сказать так, что мы рассматриваем какой-то оптимальный язык программирования… Берем минимальную длину программ… Так… Ну, оптимальный язык программирования понимается так, что… Ну, неважно… Да, понятно… Тогда более-менее понятно… Можно, в принципе, определить так, что это просто минимальная сложность там… Программы на любом другом языке программирования… Понятно… Ну, это примерно одно и то же должно быть… Это было с точностью до константы просто… Даже не примерно, а точно одно и то же… Ну, с точностью до константы… Да… Нет… Ну, у нас больше нет точности… Я понимаю… Вот… Значит, такой вот странный нереальный вопрос… Вот у нас… Я могу еще объяснить… Ну, значит, у нас есть понятие беззебивера… От… М… Да… Это просто… Наибольшее число, которое можно задать м-битами… Вот… Вопрос… Есть ли хорошее определение беззебивера функции… То есть… Есть ли самая большая функция сложности n… Вот… И, соответственно, если мы будем говорить про бесконечность… То более-менее… Есть среди них самая большая… Нет… Вопрос… Андрей не спрашивает… Значит… Есть два варианта… Первый вариант такой, что просто g больше f… g от x больше f от x всегда… А второй вариант… Что для всех достаточно больших x… g от x больше f от x… Вот… Что будет… Какой будут ответы для того и другого… Ну, ты в понедельник говорил… Нет… В понедельник… Вы говорили, что в одном случае ответ n… А в другом – 20 в степени n… Ну, хорошо… Тогда остается только решить, в каком случае какое-то… Ну, это можно сделать… Да… Это можно сделать… В каком случае проще… Вторая задача проще… Там будет n… А первая задача сложнее… Плюс константа… Плюс константа… А второй… О, моя… Ну, что же она какое-то все время рисует… Хрень… Не понимаю я это… Ну, ладно… Сейчас… Значит… Здесь будет n плюс константа… А во втором случае будет 2 в степени n плюс константа… Значит… Второе утверждение, на самом деле, более-менее очевидно… Ну, во-первых… Что она не может быть меньше n… Понятно… Потому что… Функция не может себя мажорировать… Это должна быть функция явно сложнее… Перечислять все программы… Да… Которые сложности не больше n… И потом их там… И учитывать мажорирование… Сейчас… Это вы объясняете что… А или b… И нижняя… Значит… Верхняя оценка… Да… Как же построить функцию сложностью чуть-чуть больше n… Которая, начиная с некоторого места, мажорирует… Все функции… Ну, мы смотрим… Там… Типа… Сложностью n… Задаем… Какие программы… И… Останавливаем… У нас есть список всех программ… Да… И что… Ну, и когда они что-то выдают… Мы их… Мажорируем… А если они пока не… Не получится… Саша… Саша… Так не получится… Потому что… Мы же не знаем, когда там самое большое значение вылезет… Если бы мы знали, что все функции заранее… Нет… Подожди… Они… То тогда проблем бы не было… Мы бы взяли максимум просто… По i… Меньше… Равном… Какая у нас тотальная… Вычислимая функция… Нет… А… Функция-то тотальная… Но мы же не знаем… Какие программы… Но среди программ… Помимо этих тотальных программ… Нам нужны… Нам для этого и нужно n-битов… Чтобы знать… Какие там… Нет… Нам надо не n-битов… А больше знать… Какие тотальные… Нам нужно 2 в степени n-битов… Ну там нужно… А… Ну это решает пункт a… В пункте… Нет… Не решает пункт a… Это показывает верхнюю оценку в пункте a… В пункте a… Ну там нужно, наверное, задать какое-нибудь максимальное бремя для тотальных вычислимых… Нет… На самом деле, во втором случае… Нам надо знать, сколько функций тотальные… А… Ну да… А… Если мы знаем, сколько функций тотальные… А на данном k мы действуем так… Мы просто ждем, пока вот ровно столько функций определится… И их мы же… Нет… Саш, не получится… Нет… Наверное… Потому что… Тотальные… Ты тотальными имеешь в виду… Что всю… Ну, давайте считать… Да… Ну, считать, что функцию мы вообще никогда не запускаем на n… Если она не запущена предварительно на всех меньших… Ну и все равно… Ну… Формально… У тебя можно сказать, что функция тотальна на всех меньших данного… Да… Включая данное… Но, вообще говоря, не тотальна… Может оказаться… Но, начиная с третьего момента… Да… Когда все не тотальные функции уже проявят свою не тотальную сущность… Да… Уже наша функция будет мажорировать… А до этого как она будет определена… Не важно как… Нет… До этого она будет определена как получится… То есть мы ждем, пока появится заданное число функций… Да… Да… То есть мы заранее знаем вот это вот м – число тотальных функций… Надо знать… Надо знать… Нет… Н – это сложность… Не-не-не… М… Да… Ну, значит, что надо понять, что… М – это некоторое число до 2 в степени n… Поэтому его можно задать… Там… n плюс 1 битовым словом… То есть какая… Но при этом, кстати, это n плюс 1 битовое слово… Заодно определяет и n… Поэтому нам… Понятно, какие функции надо использовать… Какие не надо… А, нет… Мы не факт, что знаем n… Да, да, да… Хорошо… Нет… Но это на самом деле общий трюк такой, что если… Сложность чего-то равняется n… То слово, которое… Программа, которое кодирует это… На самом деле кодирует и n само… Поэтому нам не надо кодировать n отдельно… Нет… Я просто подумал, что если n как-то… Это примерно… Достаточно большое… То есть примерно… Где-то снизу подбивает n… То тогда мы могли бы n узнать… Но это, конечно, не всегда тогда… Согласен… Не всегда тогда… Нет… Общая теорема такая, что… Вообще сложность… Там x и сложности x… Она на самом деле равняется сложности x… Просто потому, что… Что это кратчайшая программа для x… Ну так по факту… Определяет еще и сложно… Ну да… Да… Ну неважно… Значит так или иначе… Все это пока тривиальная часть… А есть единственная нетривиальная часть… А именно нижняя оценка 2 в степени n… И как же она доказывает… Ну ее нетривиальность тоже сильно преувеличена… Но, по крайней мере, тут есть некоторое… Некоторое все-таки рассуждение нужно… А рассуждение происходит в терминах игры… Ну давайте я отдельно просто объясню, в чем стоит игра… А потом… Ну и так… Наверное, некоторые товарищи сразу поймут, что это та самая игра… Ну а потом я могу объяснить подробно… Ну просто игра очень простая… Вот имеется Алиса… Она строит А функции… Ну она пишет А последовательности каких-то… Дописывая к ним члены… А есть Боб… Он строит Б последовательности… Тоже дописывает к ним члены… Но… И так они действуют параллельно… Видя, что делает другой… Ну в пределе получаются некоторые конечные или бесконечные последовательности… А правило такое, что Боб выигрывает… Если у него есть последовательность… Последовательность Боба… Которая мажорирует все… Бесконечные последовательности… Которая мажорирует все бесконечные последовательности Алисы… А что такое мажорирует? А мажорирует просто во всех точках строго больше… То есть первый член больше… Второй член больше… Сейчас в последовательности чего? Ни нулей… Чисел, чисел, чисел… Ну, мы просто вместо функции говорим о последовательностях с тем, чтобы не связываться с такой проблемой, что функция определена там где-то, а до этого места не определена. Ну, хорошо, хорошо, я понял. То есть, просто последовательность натуральных чисел. Подожди-ка, Алиса что, объявляет сразу, сколько у нее последовательности будет? Нет, а и b – это параметры игры, то есть, это вообще известно заранее. А последовательности не больше, чем а, да? Нет, но некоторые из них, они изначально все пустые, но она в принципе может какую-то последовательность вообще не создавать. А если она некоторую последовательность создала до какого-то места, то ее мажорировать не надо, да? В результате партии конечные последовательности не влияют. Если на исход партии конечные последовательности не влияют, но как же мы не знаем, какие вообще будут конеч briefing. Ну, я понимаю. А то бы Боб мог дождаться первого члена у всех последовательностей и вот такую себе познавлять. Если бы, скажем, знали, что все они последовательные, да. А так Боб будет ждать этого самого первого члена, он так и никогда не появится. Да, да. То есть Боб хочет, чтобы... Бобу в любом случае нужна какая-то бесконечная последовательность, даже если Алиса вообще не делает ничего. Давайте поймем сначала совсем простую вещь. Пусть у Боба одна последовательность. Почему он не выиграет? Потому что Алиса может просто копировать, даже если у Алисы одна последовательность. Алиса просто может копировать ходы Боба. Значит, Боб будет выиграть и построить бесконечную последовательность, Алиса ее скопирует, а там ажорирует, за ней ничего не будет. Да. Но вообще, более того, если у Алисы и Боба одинаковое число последовательности, то у Боба никаких шансов нет, потому что Алиса может просто все копировать. Но вы хотите сказать, что Алиса достаточно логарифм B, чтобы выиграть. Да, в случае, когда выигрывать надо, не начиная с некоторого места, а всегда, то правило такое, что если Б больше либо равно 2 в степени А, то выигрывает Боб, а если Б меньше, чем 2 в степени А, то выигрывает Алиса. Вот такая задача для школьников. Удивительно, что есть совершенно точный и конкретный ответ. Прямо вот, граница совершенно точная. Да, никаких того больших. Да, вот пусть, Коля, тогда ты как это самое, человек наиболее далекий от школьников, скажи, если, как выигрываю первое, поставишь БР в 2 в степени, а как выиграть? Как выиграть? А, ну очень просто. Значит, каждая последовательность будет задаваться, значит, просто вектором из нуля. Диксироваться. А по существу это означает, что мы сделаем догадку, что вот такие последовательности будут бесконечные, вот их и будем мажорировать. И эта последовательность будет расти тогда, только тогда, когда будут появляться очередные члены у выбранных последовательностей. Если у нас какая-то последовательность для Боба, мы заранее решаем, какому подмноженству индексов Алиса она соответствует. И затем просто берем максимум этих последовательностей, плюс 1. Ну, максимум в тех местах, где они уже определены. Да. Тогда, значит, Боб выиграет в том месте, которое будет соответствовать бесконечным этим самым. Да. Хорошо. Но, может быть, тогда это самое, кто-нибудь объяснит теперь оставшуюся часть. Почему, если Б меньше, чем 2 в степени, а то у них будет Алиса? А тут уже надо это самое, спрашивать, наоборот, близких к школьникам людей. Вот, например, Саша. Понимаете, почему? Нет, пока. Я не очень понял с этим, с 2 в степени А сейчас, в чем соль вот этих, что мы мажорируем, для каждой определяем, угадываем, как... Нет, проблема в чем? Что Боб не знает, какие последовательности Алисы будут бесконечными. Если бы он знал, он мог бы с одной последовательностью. Сейчас, а в чем проблема мажорировать все последовательности Алисы? Ну, потому что это... Вот, Алиса какая-то последовательность, пока, так сказать, она написала там 2 члена. И что? Мы тоже не будем 3 члена писать и ждать, пока она напишет? Или будем? А нам нужно бесконечные последовательности получить. Ну, по правилу, не решена. Да. Нет, по крайней мере того, в любом случае надо мажорировать другие бесконечные последовательности Алисы. Пусть Алиса в одном месте уже написала бесконечные последовательности. И что? Значит, с одной стороны, мы должны ее мажорировать волей-неволей. А если в другом месте, пока у нее там ничего не написано, то надо принимать решение, а потом Алиса там напишет больше, чем мы написали, и, значит, ничего мы с этим делать не можем. Так, ну чего? Значит, игра понятна? Нет, игра понятна, когда выигрывает Боб, понятно. Непонятно, B меньше 2А. Почему выигрывает Алиса? 2 в степене. 2 в степене. Ну чего? Ну что, может, кто-нибудь уже сообразил, пока я бы тут разговариваю. Ну ладно, давайте, времени мало, давайте все-таки, каникулы скоро кончатся, давайте я все-таки скажу, доказываем мы по индукции. Давайте сначала поймем простой случай. Пусть, ну, простой случай какой? Что А равно единице, а значит А равно единице, ну а B меньше 2, и что-то ничего не пишет, B меньше 2, ну и то есть тоже равно единице. Ну это мы разбирали. Это мы уже разбирали, потому что, значит, но это понятно. Теперь, как представим себе, что у нас там А равный К, а B меньше, чем 2 в степени К, мы разобрали. Ну не мы разобрали, а предположение индукции, значит, существует выигрывающая стратегия. Верно. Как построить выигрывающую стратегию для А равняется К плюс 1, и B, соответственно, меньше, чем 2 в степени К плюс 1. Значит, ну надо сначала использовать стратегию для К. Что для этого может, ну, ясно, что мы уже рассчитываем по индукции, но большого выбора у нас нет. Значит, ну вот у Алисы имеется К плюс 1 последовательность. Давайте Алиса одну последовательность зарезервирует и будет использовать оставшиеся К. Значит, ну и она будет играть с Бобом, у которого 2 в степени К плюс 1 последовательность. Значит, соображение, что она может это все делать, применять свою стратегию для К, пока Боб тоже не выходит за эти рамки, пока у Боба не больше, чем, меньше, чем 2 в степени К последовательности. Ну, формально говоря, игра происходит с последовательностью, которые как бы уже заранее на каких-то местах находятся, это неважно. Если бы известно, что просто ненулевых последовательность не больше, чем 2 в степени К, то с ними можно играть так, как если бы они были бы написаны, так сказать, ну, просто в порядке их появления мы их и представляем. То есть... Хорошо, а что делать, когда появляется следующее? Честно, понятно, что если Боб никогда не превысит этой границы, то Алиса просто выиграет. И даже ей последовательность быть не нужна. Спрашивайте теперь, Боб превысил границу, значит, у него уже появилось ненулевых последовательностей больше, чем 2 в степени К. Как мы это можем полезно использовать? Вот у него, по крайней мере, первый член имеется в последовательности, в котором... Я думаю, что максимум из этих чисел надо записать на то первое место. Конечно, максимум из этих чисел вот надо вот здесь использовать это, чтобы победить все вот эти последовательности. Если мы на этом месте запишем число большее, чем вот все вот эти, то тогда эти последовательности уже будут бесполезны для мажорирования этой первой последовательности. А, а потом осталось... То есть надо, конечно, договориться, поскольку мы же имеем только бесконечные последовательности, надо договориться, чтобы эту последовательность мы таки, по что бы то ни стало, продолжим до бесконечной. Даже не важно как, но все-таки продолжим заведом. Ну, продолжим как-то. Да нет, это понятно. А, действительно, здорово. Но осталось К последовательности, а Боб уже 2 в степени К вышло из игры. Ну да, мы убили уже у него больше... Мы убили 2 в степени К, осталось меньше, чем 2 в степени К, осталось просто стратегии. Так что все сделано. — Сейчас отсошлось или нет? А, было меньше, чем 2 степени К плюс 1, поэтому сойдется. — Тогда после вычитания 2 всех. — Да-да-да. — На границе меньше, чем 2 степени К. Просто удивительным образом прямо в точности сходится и ничего, так сказать, недакого. — Хорошо, а какое-то имеет отношение к пункту А? — Какое-то имеет значение отношения к пункту А. Сейчас, 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 сейчас. Вот я вернусь к вам, где у нас. Да, значит, будем действовать так. Ну, а давай что-нибудь обозначим. Пусть у нас имеется n, пусть сложность у нас не больше n. Тогда, значит, мы построим, рассмотрим такую игру с параметрами а равняется 2 в степени n, а b равняется. — Да. Ну, сейчас будет видно, почему. А b равняется 2 в степени а минус 1. Ну, как раз вот тот параметр, когда не хватает, не хватает, ну, чуть-чуть меньше, чем а в степени. — Да-да-да, я понял, да. — И что же? — Значит, Боб имеет право построить вот столько последовательности. Значит, он будет использовать совершенно такую слепую стратегию, которая состоит в том, что мы просто берем все программы длины меньше, чем 2 в степени... длины меньше, чем а. Ну, их как раз ровно 2 в степени а минус 1. Но это не важно, константы все равно не волнует. Но программ длины меньше, чем а, просто в точности 2 в степени а минус 1. — Так. — И Боб будет просто писать все эти программы. — А Алиса... — Что значит писать программы? Ему же нужно последовательности строить? — Нет. — А, результаты вычислений этих? — Ну, записывать результаты вычислений этих программ. Он не будет совершенно... Это вот, на самом деле, великая идея мучника, так давнешняя, что достаточно такие использовать стратегии, которые вообще игнорируют противника. Он будет просто писать, все простые программы будут использованы. Некоторые из них бесконечные, некоторые конечные, там, так сказать, ничего такого. А Алиса у такого Боба может выиграть. А... И у нее, значит, в чем состоит ее выигрыш? Что она построит такую таблицу размера 2 в степени n. — Сейчас, но сложность этой... Значит, Алиса должна знать а, получается? А, ну, это n. — Нет. Значит, а теперь... Значит, номер строки в этой таблице — это n-битовое число. То есть, зная номер строки в этой таблице, мы, соответственно, можем... Как n-битовое слово. Мы можем восстановить тему, после чего моделировать эту игру и применить выигрыш, что это ее Алиса. Ну и посмотреть, значит, что в этой строке Алиса... — Ну, понятно. — Красиво. — Соответственно, у нас получается программа, которая имеет сложность до ныне больше, чем там n плюс константа. И как... И в целом эти программы не позволяют Бобу, значит, мажорировать их в тотальную их часть любой программы сложности меньше, чем 2 в степени n. — Ого! Здорово! — Ну, все, все, так сказать. Ну, нет, переход от игры к этому самому, к вопросу — это совершенно стандартный шаг. А, так сказать, нестандартный шаг — это только вот эта простая игра для школьников, но и она тоже, в общем, никакого... Ничего сложного в ней нет. — А можно посмотреть правила игры для школьников? Кто там обязан тотальную последовательность писать, кто может... — Никто ничего не обязан. Алиса пишет, строит А последовательность, приписывая, начав с пустых, и приписывая члены по очереди в любые моменты. — А можно также пропускать ход? — Ну, можно считать, что они играют по очереди, а можно считать, что они просто смотрят на своего противника. Да, и могут пропускать ход, если по очереди. — А каждый шаг она приписывает конечное число, да? — Ну, она может вообще требовать, поскольку она ничего не проиграет, если отложит приписывание, потому что все равно важна только предельная ситуация. — А можно здесь конечное число написать? — Нет. — Сразу последовательность, нет? — Нет. Ну, нет, ну, будем считать, что не может, но... — Нет, ну, проще всего считать, что можно пропускать ход и при этом писать одно число за один. — Да-да-да. Но можно считать, что можно с много чисел. — Вот мы это без разницы. Ну, конечное число. — Чего нельзя считать? Это нельзя считать, что мы обязаны что-то написать на нашем ходу, потому что оно очень рано. Отложить, наоборот, всегда выгодно, потому что противника мы тогда запутаем, он может пока не знать, что мы сделаем, а так, значит, это только нам лучше. Я не понимаю по-прежнему, Боб может пропускать ход? Может, может, может. Игра проиграет, если они все пропускают ход вечно, и никто не... Вот, кстати, да, тут, мне кажется, равновесие, когда все пропускают ход. Тогда Боб проиграет. Боб, да, Боб проиграет. А, он проиграет, потому что он мажорирует, понятно, да? Требование такое, что существует бесконечная последовательность Боба, которая мажорирует все бесконечные последовательности Алисы. Поэтому если они никто не ходят, то Боб проиграет. А если Алиса вообще не ходит, а Боб строит одну бесконечную последовательность, то он выиграет, потому что эта бесконечная последовательность будет мажорировать все отсутствующие бесконечные последовательности Алисы. Да, хорошо. Когда А и Б равны единице Теперь понятно Да, значит А и Б равны единице Тогда, значит, Алиса просто копирует Боба Соответственно, если Боб не построит Бесконечные последности, он себе сделает хуже А если построит, то тоже не поможет Потому что он не будет мажорировать То, что Алиса построит Ну, хорошо Спасибо, это очень красиво Тривиальное рассуждение заканчивается Да, ну спасибо, тем не менее Очень красиво А в результате получается что? Что у нас есть Тривиальное Что у нас существует Такая Среди Тривиальных функций сложности Н плюс Единицы Обязательно будет такая, которая Не мажорируется Нет Не для какой Любой Без функции Сложности Не больше Любой тотальной функции Сложности Не больше Меньше 2 в степени Н Существует функция Тотальная функция Сложности Не больше Н Которая ей не мажорирует Не больше, чем Н плюс константа Н плюс константа Ну, естественно То есть вот эта Н плюс константа Она вот берется Из-за того, что мы Как раз как бы У нас игра Что у нас Устроим функцию Которая у нас как бы Мы используем битов Чтобы построить Н битов Чтобы построить функцию Ну, у нас, конечно Есть некоторая Сложности У нас есть вот эта Учислимая Некоторая игра И мы как бы Говорим, что Ит функция У нас будет Как ит функция У Алисы Против 2 в степени Мы построили Конкретную Конкретную функцию Нумерацию функций Некоторую Нумерацию функций Ну да Заметим, что Тотальных функций Тут будет меньше Может быть меньше Да Поэтому М не обязательно В точности 2 в степени Оно будет Каким-то числом Не больше, чем 2 в степени Нет, но М тут как бы Даже явно не будет Потому что Нет, некоторые Из них будут пустые Там еще что-то Ну, правильно Я говорю То есть Тотальным функциям Будут отвечать Бесконечные Последствия Алисы Да Да-да-да Нет, но Эти функции Как бы они и есть Нет, но просто Это зависит от Да Но нам не важно Важно, что Каждый из них Индексируется Н-битовой строкой Да-да-да Нет И по-прежнему важно Что н-битовая строка Задает еще Н Что мы можем Поэтому Н построить Да Ты про это говорил Это да Это такой Хороший Лайфхак Это постоянно Постоянно Используют Ну, хорошо Наверное, на этом Надо заканчивать Да Сейчас Маленький вопросик Можно? Да, конечно Индексируется Индексируется Н-битовой строкой То есть мы знаем Этот N Получается Знаем этот N И нам надо его знать Потому что Это самое Потому что Иначе мы не сможем Развернуть стратегию Потому что мы не знаем С кем играть И с какими параметрами И нам надо знать Это мы сейчас Подождите Мы это По-прежнему В рамках игры Боб Алиса Или мы вернулись Уже к функциям Нет Игра Нет Игра Боб Алиса Имеет параметрами А и Б Которые фиксированы И Алиса И Боб их знают Да В игре понятно Мы используем Эту игру Чтобы построить Значит Функцию Я понял Сейчас мы по-прежнему Говорим про игру И про стратегию Алисы Про то, что у нас Строит табличку И там мы выбираем Строку И начинаем по ней Игнаться Нет Мы используем Стратегию Алисы Для того, чтобы построить Вот функцию Индексируемую Строкой длины А, то есть Да Используя стратегию Алисы Мы применяем ее К нашим Тотальным Да Мы знаем Имея эту строку Длины n Мы, во-первых Знаем Для каких параметров n 2 в степени n И b Надо это использовать И вот это вот n у Алисы Это не то же самое Что сложность Да Ну, оно не то же самое Потому что В принципе Сложность этой функции Может быть на константу Больше Потому что Мы просто построили Ну Информацию Мы знаем Вот это вот n Которое у Алисы А общую сложность Мы ее вообще говоря Не знаем Потому что там Какая-то константа Еще сидит Да, она будет n плюс тому От единицы Да Все понятно Никаких этих самых Вот Хорошо Еще тогда Последнее Что Договорились ли мы На следующий понедельник С Бобенко и его аспирантами Ну, с аспирантами Договорились Как я понял А с Бобенко Не знаю Ну, с аспирантами Пока Иван мне не ответил Повестку не прислал Я, наверное, остановлю запись Да 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 Договорились Продолжение следует...